Ну что же, давайте продолжим цитрусовую тему. У нас в гостях координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей. Доброе утро, Вадим Антонович. Здравствуйте. Доброе утро. Значит, что получается? Фрукты турецкие вернулись, дешевыми не стали. Почему это произошло? Сейчас только начинается сезон мандаринов, поэтому рынки только наполняются этой продукцией из Юго-Восточной Азии и других регионов. Поэтому в ближайшее время цена на мандарины, конечно же, снизится. Сегодняшняя средняя цена по городу Челябинску составляет 78 рублей, но вот мы в торговой сети видели и по 70 рублей, а в некоторых небольших магазинах цена на мандарины может превышать и 150 рублей. Все зависит от качества этого фрукта и производителя. То есть не лениться, а погулять по магазинам и сравнить цены, посмотреть где, сколько, что стоит, правильно? На самом деле сейчас сезон мандарины, они есть практически в каждом магазине, выбор есть. Апельсин – это фрукт, который есть круглый год, а мандарины есть такая особенность, сезонность, то есть только в зимний период. Но на самом деле цитрусовых более 60 разновидностей. Но на прилавках Челябинской области мы видим в основном только апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны. Ну и в последнее время появляются более экзотичные цитрусовые. Это свити, это помыло, кумкват и так далее. Но я хотел бы обратить внимание, что вот известный всем бергамот, с которым мы любим пить чай, тоже является цитрусовым. Цитрусовый? Да, это цитрусовый. Впервые слышу. Владимир Анатольевич, вот у меня все-таки такой вопрос цитрусовый. Почему именно так резко подскочили именно апельсины? Грейпфруты, лимоны, мандарины остались на своей обычной ценовой политике. И мандарины пока еще дороговаты, потому что я специально посмотрел цены прошлого года. Мы фиксировали цену на уровне 49 рублей за килограмм. Сегодня пока еще высокая цена, но она снизится. Это связано с тем, что будут поставки из Абхазии. Это традиционные фрукты, которые поступают на стол южноуральцев по более низкой цене. Как долго ждать? Неделя, две? Я думаю, что уже в ноябре появится. Но вообще считается декабрь, январь – самый мандариновый месяц, Новый год. Мандарины! Но на мой взгляд, все-таки самые эффективные по критерию восполнения микроэлементов и витаминов является грейпфрут. Наибольшее количество витамина. И особенностью цитрусов является также большое количество эфирных масел в корочке, которые являются таким фитоцидным, бактерицидным действием обладают и не дают распространяться бактериям и вирусам просто в атмосфере и в воздухе. Это ещё одно очень важное качество цитрусов, который помогает преодолеть эпидемию гриппа и ОРВИ, которая традиционно надвигается уже вот в ноябре. Но для того, чтобы фрукт помог, он должен быть качественным. Все ли апельсины на наших прилавках отвечают качеству? Большинство продукции отвечает качеству. Вместе с тем, бывает, что попадает вместе с хорошими фруктами и фрукты, которые имеют поверхностные повреждения. Такой фрукт брать не надо. И я не рекомендую южноуральцам покупать фрукты в сетках. Нужно всё-таки выбрать самостоятельно для того, чтобы убедиться в целостности кожуры, которая является залогом того, что и внутри будет фрукт хорошего качества. Кстати, вот в последнее время появились цветные сетки, жёлтые, красные и так далее, которые нас дезориентируют. Они придают другой цвет фрукту, и не всегда можно выбрать фрукт именно в сетке. А скажите, вот, Вадим Анатольевич, вот если я в магазине стою, лотка с апельсинами, да, и вижу там вот в коробке один апельсин некачественный, мне что сделать? Промолчать, позвать продавца, просто его выкинуть в мусорку? Покупатель вправе защищать свои права, он может пригласить администрацию для того, чтобы осуществить переборку данной овощной или фруктовой продукции. Что торговые сети делают? Но при большом спросе на определённый вид, например, вот картофель или мандарины, быстро портятся, не всегда торговая сеть успевает переборку осуществить. Помогать торговым сетям не надо, они сами справятся с этим. Ну, указать можно, да? Покупателя – это выбрать себе качественный продукт, ну и указать продавцу на то, что необходимо, всё-таки переборку эту осуществлять. Одним словом, не стесняться вот копаться в коробке и находить лучшее, да? Не стесняться защищать свои права как потребителя и голосовать рублём за качественную продукцию. Итак, цитрусовые из Турции к нам уже вернулись. Причём в большом количестве, да? Мы можем ожидать ещё какие-то овощи и фрукты из Турции в ближайшее время? Как вы считаете? Сегодня самой актуальной темой является, конечно же, эта витаминная продукция – это апельсины, мандарины и лимоны. И большие поставки из Турции сегодня поступают. Преимущественно мы видим на рынке из Турции продукцию – это лимоны. Качество их различное бывает, очень хорошего качества, бывает среднего качества. Кстати, чай с лимоном – это традиционный русский напиток, нигде в мире больше так чай не пьют. Тоже очень такая интересная особенность. Потому что они пьют с бергамотом, а мы с лимоном. Европа, да, английский чай – это чай с бергамотом, действительно. Ну что же, большое вам спасибо, полезная информация от вас, как всегда. Будем надеяться, что он наш народный контроль, и дальше будет всё контролировать, и вы нам всё будете рассказывать. О возвращении Цитрусовых с турецкого побережья мы говорили с координатором проекта «Народный контроль» Вадимом Воробьём. Ну а далее у нас короткий выпуск новостей.